Внимание, эфир! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Говорим о главном» и сегодня мы обсуждаем самую актуальную тему этой осени – продажа украинской земли. У меня в гостях эксперт по продаже земли, историк, коренной житель США Алоэ Каланхойвич Чингачгук. Добрый вечер. И наш эксперт из Израиля, специалист по поиску лучшей земли, я бы даже сказала, земли обетованной, Абрам Моисеевич Рукомойский. Здравствуйте. Шалом в хату. Начнем, пожалуй, с вас. Скажите, пожалуйста, какое у современной индейской молодежи отношение к тому, что ваши предки продавали землю? Я не знаю. Когда мой прадед Мудрый Филин подписал бумаги, с тех пор моего деда называли сын Долбодятла. Меня все кличут правнук Долбодятла. Зато сейчас ваши соплеменники могут свободно продавать и покупать землю? Могут. В горшочках для цветов. Но в итоге индейский народ что-то выиграл от продажи земли? Наверное. Но мы бы хотели отыграться. Спасибо. Абрам Моисеевич, вопрос к вам. В социальных сетях гуляет новость, что Кнесет Израиля выделил 82 миллиарда долларов для покупки украинской земли. Как вы думаете, это правда или все-таки фейк? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, это фейк. Спасибо. Фейк, что именно 82 миллиарда. Надо гораздо больше. Просто они пока жмотятся. То есть, по-вашему, факт выделения денег возможен? Нет. Понятно. Но, поверьте, если уже начались движения, значит, кто-то что-то задумал. Но, с другой стороны, если бы деньги уже выделили, мне бы уже позвонили. Понятно. Спасибо. Алло. Да вы что, 820? Понял. Это... Нет, это пришла платежка за коммунал. В нашу студию пришел первый звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Доброго вечера. Виктория Украинка, Херсон. Хотела запитати, чему в студии не мажодного эксперта з Украины. Но, вы знаете, в данном случае от них уже ничего не зависит. Или с ними уже договорились. Нет, не поэтому. Давайте продолжим с вами. Алло, Каланхойвич, вернемся в вашу историю. Скажите, решение продавать землю было принято на индейском референдуме? Нет. Белые люди сказали, так будет лучше для всех. Слушайте, но вы же могли отказаться. Могли. Но тогда у нас в стране было, как сейчас в Украине. Нам разрешили играть в азартные игры, покупать продажных женщин и пить огненную воду. Абрам Моисеевич, из вашего опыта, скажите, какие могут быть проблемы в вопросах земли? Ну, вы знаете, основная проблема – это арабы. Арабы? Ну да. Землю можно купить, землю можно продать, но арабы – это жесть. Я хотела спросить, какие могут быть проблемы у украинцев в вопросах земли? С арабами? Я думаю, никаких. Проблемы украинцев в вопросах украинской земли? А, вообще никаких проблем. Продаете землю, переезжаете в Израиль, оформляетесь в посольство. Так, я спрашиваю про украинцев, которые останутся. Ну, вы знаете, я думаю, что проблем с землей у них не будет. Вы уверены? Ну, конечно, сто процентов, ни от земли нет проблем. Будут другие проблемы, но уже не с землей. У нас снова звонок. Добрый вечер, говорите. Доброго вечера. Виктория Украинка, Черкассы. Скажите, правнук Долбодятла, ваше племя стало богатшим после продажи земли, как обещают украинцам? Не понял вопрос я. Я понял вопрос, давайте я отвечу. Она имеет в виду, что они продали свою землю за зеркальце и бусики, правильно? Ну, думаю, да. Ну вот. Но украинцы это же не индейцы, правильно? То есть их так просто не обмануть? Не, я имею в виду, что индейцы хоть что-то за землю получили. Послушайте, но ведь и украинцам обещают тысячи долларов. Мы тоже продавали землю за доллары, но после инфляции делали из них бусики. Кстати, Алло, Каланхоевич, скажите, вот вы сейчас живете в резервациях. Это случайность или все-таки это как-то связано с продажей земли? Нет, мы так на референдуме посчитали. Вы хотели сказать, решили? Нет, решили мы другое. А организаторы референдума посчитали, что мы теперь должны жить в резервациях. У нас звоночек из-за рубежа. Давайте послушаем. Говорите. Алло, здрасте! Это Андрюха из России-матушки. О, вспомни референдум, вот он и появится. Так вот, русские никогда не продавали свою землю. Да, 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 мы знаем. Вы просто делали долгосрочную аренду, да. Аляску, американцам, Сибирь, китайцам, Москву, армянам, да. Что же вы, братья наши меньшие творите, а? Вот продадите свою землю, и все, потом даже унитаз себе купить не сможете. Послушайте, а вы не могли бы их просто вернуть? Скажите, а что, Россия тоже заинтересована в покупке украинской земли? Нет, в покупке нет. А вот взять на халяву это не всегда, пожалуйста. И вообще, вы знаете, я понял, что у народа Израиля и Украины очень много общего. Стремные соседи. А давайте сейчас вообще поговорим о том, как будет определяться стоимость земли. Как вы думаете? Послушайте, стоимость определяется не деньгами, а временем. Мы свой участок искали 40 лет. А оформить его в собственность могли только 70 лет назад. Но, с другой стороны, земля каждый год дорожает. У нас снова звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Доброго вечера. Виктория Украинка, Біла Церква. Скажите, а Израиль тоже продает свою землю? Нет. Израиль за нее борется. Потому что землю можно продать один раз. А вот урожай можно собирать каждый год. А в нашем случае два раза в год. Но тут не потому, что менталитет просто с погодой повезло. Так чему нас так агитуют и продавати? Послушайте, милочка, кто вас агитирует? Большинство стран в мире свободно продают землю. Почему вы, украинцы, так этого боитесь? Ну, есть такое мнение, что украинские земли засеют ГМО-продукции. И вообще иностранцы не будут бережно относиться к земле-кормилице. Кстати, у нас есть видео из Центра по изучению ГМО в Украине. На связи Янина Войтович, специалист по ГМО-продукции. Здравствуйте, Яна. Добрый день. Хочу вам сказать, что продукты ГМО, они прекрасны. Вот я сама 10 лет их употребляю, и все со мной хорошо. А те, кто говорят, что ГМО вредно, это все лживые журналисты. Все, пока-пока. И все-таки, по вашему мнению, когда начнется продажа украинской земли? Ну, вы знаете, я думаю, тогда, когда перестанут продаваться чиновники. Но тогда и можно будет. Но, с другой стороны, в случае Украины тут, скорее всего, ответ никогда. С 21 и 22 февраля мы ждем вас здесь, во Дворце Украины, со специальной программой к женскому празднику. Вернее, мне кажется, к женским праздникам. 8 марта, 14 февраля. Вы знаете, я хочу к мужчинам обратиться. Мужчины, обычно вот на эти праздники, ну, очень непросто выбрать подарок для любимой женщины. Я нашел для вас решение. Концерты на дизель-шоу. Прекрасный подарок. Согласны? Сейчас мы хотели бы поговорить о чувствах. О чувствах, которые мы проявляем к родным и любимым людям. Вы знаете, одна бабушка так долго целовала внука на прощание, что снова наступило лето, и он опять приехал на каникулы. А самым страстным прощальным поцелуем был признан поцелуй зятя, который на вокзале провожал тещу. Причем целовал не тещу, а девушку, которая объявляла посадку, проводницу, начальника поезда и даже вагон. А вот когда бабушка пришла провожать внука на поезд, то может случиться все, что угодно. Так, вроде, вроде наша. Все, пришли. Отлично. Ну вот, ну вот и ваше купе. Ага, да. Бабульчика, ну не надо было нас до самого поезда провожать. Как ты теперь домой-то доберешься? Да ладно, что там. Два часа на автобусе, потом через лес восемь километров, через кладбище перейду, а там уже по тонкому льду через Днепр, вот и иду. Зато еще немного с внуком побыла. Ну, он к тебе еще на каникулы приедет, да? Эх, мало вы были у бабушки. Ничего себе мало. Мы у вас целый месяц торчали без телевизора и интернета. Месяц? Ой, точно. На блаженную Матрону приехали, на блаженную Агафьи уезжаете. Вика, она когда-нибудь нормальным календарем начнет пользоваться? Ой, может быть, уже вас и Лешку не увижу. Бабушка, ну что ты такое говоришь? Ты в прошлый раз такое говорила? В прошлый раз я на вас обиделась и реально видеть не хотела. А в этот раз чувствую, чувствую, что кончусь я. Чувствую. Бабулечка, доживите вы сто лет. Ой, может, останетесь, а? Ну, бабушка, ну, у вас в городе экология вон какая, воздух грязный, пробки. И то, что там, еда отравленная, а у нас воздух чистый, пробки только в бутылочках, еда с огорода. И туалет у вас тоже в огороде. Ну и что, оставайтесь. У меня скоро день рождения. Когда? У вас в августе. Да сколько там с декабря по август. Бабулечка, да мы приедем к тебе весной. Весной? Ну, вот и хорошо. Картошечку посадим вместе, 50 соток всего-то. Ну, мы чуть-чуть позже приедем. В июне? Да, в июне. Ну, хорошо. Колорадских жуков вместе собирать будем. Скорее всего, в августе, на день рождения. На день рождения? Да. Ну и хорошо. Картошечку вместе выкопаем, да? Капец, как она столько событий через одну картошку подвязала, а? Бабулечка, может ты уже будешь идти, а то опоздаешь на автобус. Ну, ладно. Ой, забыла. Что, что, что? Свет, газ, что? Я же вам еды приготовила. С собой. Да зачем, ну бабулечка. Как это и все нормально так. Так, вот, картошка вареная, картошка жареная, картошка в мундирах, пюрешечка и драники. Так, что у нас еще? Пирожки вот. Не помню с чем. С картошкой. Нет, вроде с клубникой. С клубникой? Нет, 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 нет. Фу, он с клубникой, картошкой. Ну, куда ж без нее кормили цвета? Бабушка, хватит, я уже щек не чувствую. Так, провожающие, выходим из вагона. Да, да, выходим. Давайте, бабушка, уже. Посидим и на дорожку сядем. Бабушка, мы что, два часа в автобусе не насидели, что ли? Маш, ну традиция, давай. Ну, давайте чаю попьем. Пирожками. Какой чай? Бабушка, вы вообще сегодня собираетесь домой попасть? Да. Ну, иду, иду, да, иду, иду. Хорошо здесь у вас. Да. А кто у вас четвертый едет в купе? А никто, мы выкупили все купе. Так, может, я с Ваней в городе? А, нет, бабушка, ну никак с нами нельзя. У нас там в городе экология плохая, у нас там продукты отравленные, пробки. Вообще, это кошмар какой-то. Документы взяли? Взяли, взяли. Так, консервацию не забыли? Да, не забыли. Вещи, которые я вам это вязала, взяли? Взяли. Так, хорошо, хорошо. Ой, чуть-чуть не забыла-то, ёлки-палки. Сашка, вот, путь трава. Акропи, акропи купе. Так, Вика, икона, икона, помолись в три раза. Так, так, булавочка, а с глаза на месте. Ну, все. Все. Ну, все. Счастливо. Ах, ради святой Микола. Бабушка, бабушка. Ну, все, ну, хватит, ну, честно. Ну, все, ну, пошла. Все. Ну, пошла. Ну, пошла. Фу. Слава Богу. О, слава Богу, поехали. Да. Бабушка, вы зачем на ходу запрыгиваете? Я забыла внуку леденец дать. Бабушка. Бабушка, ну ладно мы, ну люди же в Киев уехать хотят. Да. Ну, ну, никакой благодарности от вас не дождешься. Спасибо, бабушка. Вот один внук у меня хороший, солнышко воспитанный. Ну что, соскучился по бабушке. Бабушка! Давай орете, ухожу, ухожу. Пока, пока, бабушка. Все, счастливо. Пока. Огороди, огороди, свят, свят. Пойди проверь, вышла она или нет. Да вышла. Да пойди проверь, вышла или не вышла. Саш, вышла она, вышла. О, вон она, на перроне. Поможешь ли бабушке? Все. Пока, бабулька. Пока, Клавдия Захаровна, до свидания. Все, счастливо. Нас провела, поезд провожать не надо. Блин, хоть бы она в столб не ударилась. Нам же потом выходить. Все, пока, пока. Слышишь, она у тебя что, в молодости марафоны бегала, что ли? Да они с дедом до Берлина и обратно вернулись, вот. Капец. Лешку берегите, картошкой его кормите. Она без ГМО. Да, пока. У меня такое ощущение, что она просто поезд сейчас руками держит. Мы можем немножко быстрее ехать, а? Саш, ну, промзона. Все, пока, бабуль. Ты посмотри на нее, у нее даже отдышки нет никакой, а? Ну так, а что ты хотел? Чистый воздух, деревня, она же говорит. Все, бабушка. Ой. Все, перрон кончился. Ну, все, поехали. Поехали. Все. Ой. Бабушка. Алло, бабулечка. В смысле открыть окно? Саш, открой окно. Бабуля! Бабушка, вы чего? Бок на ночью не открывайте. Лешку простудите. Хорошо, хорошо, бабушка. Все, счастливо, пока. Все, пока. Саш, ну, может откроешь, а то как-то неудобно, она бежит, а... Ну, ладно. О, вроде отстала, нормально, все. Слава Богу. А я в тот вагон ору. Обогнал манеха. Бабушка! Слушайте, я у вас очки оставила, очки и на столе забыла. Очки! Да, сейчас, сейчас. Не кидай, не кидай, разобьешь. В августе привези. Хорошо. В августе. Хорошо, бабушка, привезем. Все, все, пока, пока, бабушка. Пока, бабуля. О-о-о-о, это да. Это капец. Да ладно! А что вы вверх смотрите? Бабушка! Бабуля! Ты чего бежишь, бабушка? Да я просто лёжке в магазин сбегала, шоколадку купила. Фу, чёрный, с орехами, невкусный. Ой, я старая, без очков не вижу. Сейчас заменю на молочный. Да не надо! Не надо, бабушка! Господи, фух. Ладно, всё, убежала. Это что, опять она, что ли? Нет, дедушка. А, дедушка? Да, дедушка. Всё в порядке, мы в поезде. А бабулька, она, она где-то под пятихатками уже. Скоро должна будет вернуться домой. Давай, пока. А ты знаешь, я наконец-то понял, почему дедушка так долго живёт с бабушкой. Потому что они любят друг друга. Потому что он тупо от неё убежать не смог. Бабушка! Бабушка! Бабуля, вы чё там делаете? Ты чего? Мне с той станции пешком быстрее! Можно дёргать стоп-кран быстрее! Да, точно, стоп-кран, сейчас! Бабулька, перестереживайся в огребте! Э! Вы стоп-кран дёрнули? Да, я дёрнул, там человек за окном. Человек! Вы чё, бахнули уже, что ли? Какой человек? Да я серьёзно вам говорю. Да бабушка моя, моя бабушка там! Посмотрите! А чё там смотришь? Бабуля! Вот это ваша бабушка? Да, это наша бабушка. Никак провести нас не может. Всё, давайте бабушка. Всё, бабушка, показывай. Бабушка, смотрите, сейчас будет станция, и там в обратную сторону скорой будет идти. Я вас проведу. Пойдёмте, бабушка. В конце вот документы взяли. Сядь, 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 сядь. Оградились уже, всё. Сядь, 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 сядь. Сядь, 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 сядь. Слушай, ну она... У меня, конечно... Это капец. Чё ты выглядываешь-то? Да смотрю, где метла и ступа. Ну не могла она так быстро за поездом бежать. Я тебе говорю, наша бабушка Баба Яга. Ура! Моя бабушка Баба Яга! Не говорите глупостей. Саша, ну что ты там смотришь? Она уже в другом поезде. Да вот как-то по полю очень подозрительно быстро УАЗик едет. Ну может кто-то спешит. Может кто-то и спешит. Но этот УАЗик как-то очень быстро приближается к поезду. Дедушка! Дедуля! Деда, ты чё делаешь тут? Где бабка? Где бабка? Бабку посадили на другой поезд, в другую сторону. А, хорошо. Вы не голодные? Нет. Вот. У нас тут 20 тонн картошки. Эх, хорошо. Вот вам под картошечку. Ой. Держи, хороший самогончик. Он на картошечке. Да господи. Спасибо, дед. Давай, счастливо. Всё, счастливо. Мама, папа, откуда у моей бабушки и дедушки столько сил и энергии? Ну, вот природа, чистый воздух, ежедневный марафон на велосипеде, в магазин и обратно. Сашка, да всё, уже успокойся. Ну, хватит. Да я волнуюсь за неё. Как она там? Добежала, не добежала? Долетела, не долетела? Ой. Всё. Давайте уже спать. Саша! Да вдруг она прячется где-то? Я уже бояться начинаю. Вот я пойду в туалет, нажму на педальку, а там она. Сашка, причандалы, простудишь. Ну, зачем она? Всё, ну, успокойся. Давайте спать. Ну, ладно. Давайте спать. Я уже так устала. Айс, я лучше на другую щёчку лягу. Я же говорила, Лёшку застузите! Саша, чё ты орёшь? Фу, господи, кошмар приснился. Какой кошмар. Просыпаемся, и сдаём пастельку. О, наконец-то мы дома. Класс. Так, Лёшка, собирайся давай. Соскучились по бабушке. Бабушка, ты откуда здесь? Да я ж вспомнил, я ж без очков-то не увижу тропинку в лесу. Вот я между вагончиками встала и чух-чух, 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 и дочухала к вам. Пока вы спали, я в Махдаке вам картошечки взяла. Вот по-стоянски и вот сри. Фри? Сжри. Ну что, всё, вас проводила, очки взяла, пошла я домой. Бабулечка, ты что, до Калиновки-то далеко. Да что там к 800 километров-то? Фу! Бабулечка, бабулечка, ладно, ну что вы, оставайтесь уже у нас. Да. Не-не, мне ещё свиньям картошки варить надо. Дед у меня голодный, а он лосось любит. Так, стоп. То есть вы месяц нас кормили картошкой, а дед у вас лосось ест? Ну да, от крахмала ж только воротнички стоят. А-а-а! Вы знаете, мы вновь захотели поговорить с вами на серьёзную важную тему. Мы хотим поговорить о науке, о физике. Знали ли вы, например, что физики абсолютно убеждены, что тело, погружённое в жидкость, соответственно, выталкивает жидкость? А коллекторы считают, что тело, погружённое в жидкость, как бы говорит, где деньги? Вот такая есть информация. Исаак Ньютон придумал закон всемирного тяготения тогда, когда ему на голову упало яблоко. Вот иной раз смотришь заседание Верховной Рады и понимаешь, что там вряд ли яблоня, там, скорее всего, кокосовая пальма. Ну что ж, давайте посмотрим, так ли хорошо у нас с наукой, как об этом говорят. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, не то, не то. Что же его такого придумать грандиозного, чтобы опа и миллиардер? Ну, это Илон Маск. Вот что он придумал? Ну, поставил батарейку на колёса. И всё, миллиардер. Блин, а что ж наша наука так тупит, а? Что ж я до сих пор не миллиардер? Яна, есть там кто-то умный в коридоре? Егор Григорьевич, тут какой-то учёный-академик по поводу денег на науку. Уже две недели ждёт. Выгонять? Не, 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 давай его сюда. Уверены? Да, блин, уверен, давай. Спасибо. Спасибо огромное вам. Вы представляете, я пять лет бегаю, пороги оббиваю, а у вас всего две недели просидел и выпустили. Спасибо. Яна, а нету других академиков там? Что-то ты слишком щуплый для этого проекта. Ну, есть другие, но, вы знаете, они все в Европе, в России, в Штатах. А что, на конференции? На заработках. Что, клубнику тягают? Чи пенсионерам попы подмывают? Они работают по специальности. Они учёные, светилы науки. А ты чего ж не поехал, фонарик? Я патриот. Что, визу не дали, да? Понятно. Значит, смотри, что я тебя позвал? Собирай команду, всех возвращай, из НАСА, из Гугла, из Роскосмоса. Пускай возвращается в Украину, будем... Эх! Вы представляете, какие у них там условия? А ты ещё наши условия не слышал. У нас, между прочим, минималку подняли. Да. Теперь 4 700. А в долларах? Говно, в долларах. Долларах. Пока с гривен начнём, потом посмотрим, как попрёт. Скажи им, что на них важна миссия. Пидимать украинскую науку с колин. Давай. Потому что смотри, уже президент наш видел, на Тесле ездил. А это могла быть твоя машина. Мой Део Ланос? Я имею в виду твою машину будущего. Ну, знаете, если финансирование науки останется на этом же уровне, то, боюсь, в будущем я буду ездить на этом же Ланосе, но ржавом. Ну, что ты прибедняешься, ты ещё придумаешь машину. Я когда буду работать на воде, на водороде, так хоть на дерьме. Главное, чтобы она летала, понимаешь? Летала? Да. Я так понял, что дорог в Украине вообще не будет. Ну, тут надо выбирать что-то одно. Либо на науку, либо на дороге. А что-то у вас 28 лет не на то не выходит как-то. Так, всё. Хорош, академик. Давай, сделаем их разом. Кого? Кого? Открытие? Кого? Надо, чтобы наука сама зарабатывала гроши. Ну, как СБУ, например. Нет, не СБУ, потому что там схема чуть попроще, чем у вас. Ну, и вы же разумнейше, чем они. Мы не так сказали. Послушайте, чтобы в научной разработке приносили деньги, это нужны десятилетия. Не, 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 у нас есть месяц максимум. Понимаешь? Месяц? Месяц. Ну, в таком случае, вам можно выгнать оставшихся академиков из здания Академии наук и продать здание. Вот. Ты думаешь, я идиот? Это первая идея, которая пришла мне в голову. Нельзя, там место слишком людное, заметят. Короче, мы пойдем сложным путем. Нам нужно поднять и вывести Украину в лидеры по, як там было у мене написано, Нино и Айсти. Во. Значит, Нано и Айти. Во, во, во. По ним, по ним. Вы знаете, это просто нереально. А вот не надо мне тут рассказывать, что реально, а что нереально. Вот нереально, это то, что в моем родном Николаеве человек стал чемпионом олимпийским по фристайлу. Абраменко, слышал? Так вот, это в городе, где практически нет снега. А для тренировок у него один ржавый трамплин, который заканчивается водой. Вот это нереально. А человек стал. Так что давай, давай, думай, наука. Давай, нам нужно что-то прорывное такое, как там iPhone 12 или 6G или мега-супер-гипер-луп. Причем не обязательно, чтобы оно работало. Вот это вообще не обязательно. Главное, чтобы оно стояло, можно его было сфоткать и запостить на Фейсбуке. Понимаешь? И самое ключевое, чтобы успеть к местным выборам. Вот это важно. Понял? Понимаете, разработки, о которых вы говорите, разрабатывались годами. Ну, нельзя просто взять и без подготовки сделать чудо. Не знаю, у нас на выборах все получилось. Ну ладно, ладно, эти iPhone 6G, это можно на следующий год. В этом году надо решить главную проблему. Это у нас коммуналка. Мы там на предвыборной такого нам пообещали, что у нас будет и вода, и газ, и светло. Вообще все практически бесплатно. Можно что-то замутить, чтобы вот это все было бесплатно? Бесплатно? Ну, конечно, можно. Вам просто нужно изобрести вечный двигатель. Все. Ну, так вот, молодец. Башка работает? Работает башка? Что ж ты лошком прихидывался? Вот, молодец. Значит, смотри. Через неделю нам нужно 25 вот таких вечных двигателей. По одному в каждую область. Понял? Вы шутите? А сколько областей? 26? 27? Ну, это невозможно. Что значит невозможно? Возможно еще как возможно. Послушайте, ну, сама идея вечного двигателя противоречит законам физики. О, про законы ты вообще не парься. Мы тут законы сейчас меняем, переиздаем на раз. Любой. Нет, ну, это законы физики. Их нельзя взять и изменить. Значит, внесем поправки. Простите, их нельзя править. Значит, объявим референдум. Послушайте. На законах физики основано все мироздание. Красивое слово, первый раз слышу. Мне уже аж интересно стало, что там за законы такие. Ну, взять хотя бы, взять закон Гей-Люсака, Гейзенберга. Подожди, ну, что ты с геев начал? Давай начнем с традиционных законов. Не надо этих геев, не надо. Гей-Люсак, это известный физик-теоретик. Скажите, вам вообще говорят что-нибудь такие имена, как Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон? Ну, только разве что то, что они по субботам не работали. Вы совсем не знаете физиков? Вы хоть один закон читали? Послушай, мы сейчас работаем в турбо-режиме. У нас нет времени читать законы. Нам надо их принимать. Понимаешь? Не проголосовал все нафиг из фракции. Не, на это времени нет. Слушайте, как вам объяснить, что законы физики изменить невозможно? Спорим. А шо? Щас модно пари. Давай так, если нельзя изменить, тогда я ухожу своей посады. А як шо изменить можно, тогда ты возглавишь парад гей-Люсаков. Идет. Отлично. Ну давай, диктуй номер. Чей номер? Да все равно, чей я. Альберта, Исака. Хто у них смотрящий? Я не смогу вам дать их номер. Да не ссы, я не скажу, что я у тебя взял. Нет, просто вы не сможете им дозвониться. А шо, поза зону, да? Ну давай в мессенджер, в телегу постучусь. Ее у них профили на фейсбуке? Этих людей нет в живых. Шо, такие законы придумали, шо, их грохнули? Ничего себе. Ай, я не верю. Скажите, пожалуйста, вы хоть про законы Архимеда слышали? Как вы здесь вообще оказались? По закону Савченко. Вы вообще ничего не помните из курса школы? Шо, помню. Там, правила левой руки. Прекрасно помню, я до сих пор практикую. А при чем тут физика, я не понимаю. Ну, оно еще называется правила Буравчика. Так. Вы меня достали уже с этим Буравчиком. Те, шо я робив в Раде зі своім Буравчиком, тебе не касається. Господи. Всі как з ума сошли, шо не видели нормального Буравчика. Господи. Три миллиона просмотров на Ютюбі. Хоть бы один лайк поставил. Я кого я цього Буравчика выращиваю. Я прошу прощения. Вы хоть знаєте число Пи? Конечно, знаю. Четыреста пятьдесят. Что? Ну, мы сейчас работаем над тем, чтобы число Пи стало триста. Слушайте, я... Какое вообще это имеет отношение к нашему разговору? Ты про двигатель помнишь? Создание вечного двигателя невозможно. По закону сохранения энергии. Энергия не возникает ниоткуда и не исчезает никуда. Она перетекает из одного состояния в другое. Вот ты мне сейчас объяснил, как блуждают гроши по государственному бюджету. Эта схема мне вообще понятна. Давай дальше. Слушайте, этот закон придумали давным-давно. Когда давно? При Яноку? Раньше. При Кравчуку? Гораздо раньше. Гораздо раньше. При Петре Первом. Так это что, недавно? Чего давно? Это же год тому. Петр Великий. Ой, только не надо. Великий, он невеликий. Я сразу понял, что ты парахобот. Я вообще считаю, что Виктор Второй был более великий, чем этот. Послушайте. Закон Лейбница перевернул науку. А мы перевернули и нагнули ФОПів. Кого? Уже никого. Считай, их нету. Послушайте. Мир живет по этим законам. Например, основной закон Бойля. Это физический газовый закон. Ну там очень сложная формула. Сложная формула – это рассчитать транзит газа через Украину. Вот вся ваша академия бы не справилась. У нас один обычный барыга взял и все порешал. Ё-моё, шо ж вы делитесь, я не понимаю. Он в России уже придумал и цё – робота Фёдора. А вы тут тупите. Они просто надели костюм робота на человека. Блин, классная идея. Чё я сам не додумался? Вот я идиот. Что в ней классного? Любой умный человек поймет, что это обман. А нас умные люди не интересуют. Нас интересует большинство. Ясно? Ну послушайте вы. Ну в Штатах для ученых созданы все условия. На них работает целая силиконовая долина. Так то бить и он и хватает. Блин, я зараз позвоню, приедут такие девочки, что там не долины, там горы силикона. Тоби понравится. Все уже выезжают. Скажите, пожалуйста, вы вообще без понятия? Шо? Это я без понятия? Это я без понятия? За мать казнить, ментов мочить, друзей на зоне подогревать, лохов разводить, слово держать, достал нож, бей. Сегодня кент, а завтра мент. Куму не стучать, вертухаев презирать, вечер в радость, чефир в сладость, фраер накатушкой быть за ворушке. Свети ворам, а не ментам, ворам власти, мусорам попасти. Достаточно понятия? Да, по законам физики живет вся вселенная. Вселенная, может, и живет. А эта страна жила, живет и будет жить по понятиям. Аминь. Алло, да, готов. Чем заниматься? Да в пофиг, любой фигней, готов. Ради партии, конечно. Все, когда приступать? Отлично, выезжаю. Так, смотри, тут мы закончили, меня переводят в другое управление, я теперь буду мостостроитель. Будем шулявку строить. Я понял. Я остаюсь здесь и буду ждать другого чиновника. Не-не-не-не-не. Я тебя беру до себе в команду. Зачем я вам там? Будешь людям объяснять на своем физическом языке, как испаряются бетон и асфальт? Пошли. Пошли, пошли, пошли. Я думаю, вы все прекрасно помните о том, что совсем недавно был скандал в одной из фракций Верховной Рады, когда депутатов поголовно погнали на полиграф. Прям, ну, эпидемия этих детекторов лжи началась. А оказалось, что украинские депутаты, перед тем, как пройти тест на полиграфе, могут предлагать деньги, чтобы купить правильные ответы. Но вы знаете, я знаю одного депутата, который так боялся проверки на детекторе лжи, что пришел домой с полиграфом, чтобы потренироваться правильно отвечать на вопросы. Смотрим. Яна, 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 просыпайся. Быстрее, просыпайся. Это вопрос жизни и смерти. Какой? Черт, потери. Ты что, решил кардиограмму на дому сделать? Нет, Яна, это полиграф. Я взял на один день потренироваться. Ой, это ты что, новую ролевую игру придумал? Это не я, это наш президент придумал. Сегодня половина Верховной Рады будет дома с женами играть в одну и тоже ролевую игру. В смысле? В карамысли, Яна, что непонятно? Нас завтра всей фракцией отправляют на полиграф. Ой, я тебя умоляю, но ты же каждый год ездишь на этот полиграф, и все нормально, здоров. Яна, полиграф и флорография – это две разные вещи. Здесь что-то не то ляпнул, все, нафиг из фракции, нафиг из партии, нафиг из парламента. Ой, я тебя умоляю, ну может они опять решили там что-то пошутить, там повеселяться и замнут? Не замнут, это ж необычное кнопкодавство. Тут все серьезное. Вон Ковальчука, помнишь? Ну, со страусиными фермами. Ну? Все, взяли за яйца. Страусиные? Если бы, Яна, если бы. Я спать. Что значит спать? А вопросы я себе что, сам задавать буду? Какие вопросы? Да любые, я не знаю, спроси меня что-нибудь. Окей. Можно я спать? Яна, ты что, не понимаешь что ли? Я если вот эту вот хрень не пройду, ты будешь спать где-то на улице, еще лет 20. А, прям настолько все серьезно? Настолько. Окей. И как оно работает? Я не знаю, оно как-то считывает пульс, и если пульс прыгает, то значит человек нервничает и скорее всего врет. То есть ты и во время нашего секса врешь? Яна, во время нашего секса я вообще сплю, давай быстрее. Так, а что, что? Да любой вопрос. Просто любой вопрос? Вот любой. Любой. Хорошо. Ты брал взятки? Яна, блин! Черт! Ты что с козырей-то херачишь, а? Блин! У меня пульс сейчас 220, ты посмотри. А, это напряжение. Ты понимаешь, это главный вопрос. До него нужно вырасти, надо потренироваться как-то. Хорошо. Попроще что-то. Хорошо, попроще. Ты давал взятки? Яна! Да смени ты пластинку, черт подери. Ладно, ну не знаю. Тебе нравится президент Украины? Да. Какой из шести? Яна, что тебя в крайности так кидает? Как ни в одну, так в другую. Спроси обычный вопрос. Я тебе прошу. Хорошо, обычно, окей. У вас в партии есть геи? Да что это за звук? Я не знаю, это прибор. Я вообще не в курсе, какие он звуки издает. Я просто переживаю, что тебя могут наказать. Поэтому хочу узнать, есть ли у вас в партии геи. Яна, да где их сейчас нет? Задавай, ну какой-нибудь простейший вопрос. Самый простой. Самый простой. Хорошо. Сколько стоит хлеб? Окей, простой, но такой, чтобы я знал на него ответ. Сколько стоит Майбах? Ну не такой простой, Яна. Ну тут каждый дурак в ради знает. Что-нибудь серьезное, да? Давай что-то посерьезнее. Посерьезнее. Ты мне изменял? Яна, я серьезно? Я тоже серьезно. Ты что, не понимаешь? На кону наше будущее с тобой, а ты спрашиваешь какую-то фигню. Вот из-за этого будущего я и спрашиваю, изменял ли ты мне? Яна, пожалуйста, простой вопрос, который тебя не касается. Хорошо. Какой у тебя пин-код от карты? Причем здесь пин-код от карты? Да, при том, что когда я у тебя его спрашиваю, ты всегда мне отвечаешь, этот вопрос тебя не касается. Яна, там очень сложная комбинация цифр, ты все равно не запомнишь. Четыре ноля? Нет. Четыре единицы? Нет. Один, два, три, четыре? Яна, ты что, собираешься перебирать все цифры в мире? В конце-то концов спроси меня что-нибудь про солнышко, про травку, я не знаю. Солнышко, ты куришь травку? Да. Яна, ты что ты меня палишь-то? Давай, простой вопрос, соберись, пожалуйста. Тебе нравится Ирина? Какая еще Ирина? Ну, ты в интернете все ее фотки лайкаешь. Яна, я тебя прошу спрашивать простые вопросы о семье, о возрасте, вот что-то в этом роде. Сколько Ирине лет и почему она разбивает нашу семью? Яна, господи, да что ты прицепилась-то вообще? Я прошу тебя задать вопрос, связанный с моей работой. Хорошо. Кем у вас работает эта Ирина? Вот этот вопрос вообще никого не интересует, Яна. Ну как это? Всем же будет интересно, кто с кем спит у вас на работе? У нас на работе вообще спать запрещено. У вас и проституток заказывать запрещено. Но заказывают же ж. Яна. Ты и заказывал проституток? Нет. Ой. А что же это за звук? Да я понятия не имею, может он вообще не работает, этот прибор. Ирина проститутка? Яна. Ирина это член нашей партии. Ирина политическая проститутка? Ты лишал ее депутатской неприкосновенности? Прекрати, Яна. Так, возьми свой телефон и задай мне любой вопрос из интернета. Любой? Любой. Окей. Оцените себя по десятибалльной шкале, насколько вы странный. Другой любой. Представьте, что вы карандаш и попали в блендер вашей действия. Яна, дай сюда телефон, я его выброшу сейчас. Вот ты нервничаешь, господи. Да возьми ты и выпей успокоительное. Не могу я выпить успокоительное. У нас кровь на анализы берут. Да, вас реально как-то обложили. Еще как. Если они еще узнают, что я у тещи квартиру арендую, мне капец. Спасибо. Слушай, ну тут в интернете пишут, как можно обмануть полиграф. Ну? Просто очень-очень сильно нужно сжать мышцы сфинктера. Сфинктера? Задницы. Я знаю, что такое сфинктер. Конечно, ты же работаешь в Верховной Раде. Яна, я как только узнал про этот полиграф, у меня этот сфинктер так сжался, что у меня ноги короче стали. Продолжим. Ой, я даже знаю, кто пишет. Нет, это не Ирина. Это из фракции. О, кто-то слил все эти вопросы на полиграф. На, задавай вот эти. Вы действительно фамилия и имя отчества? Яна, ты не могла бы подставить мою фамилию и имя отчества? А, да. Вы действительно крутоголов Егор Григорьевич? Да. Вы действительно работаете в Верховной Раде? Да. Вам действительно 39 лет? Да. Блин, какие тупые вопросы. А про карандаш в блендере получше, да? Вы действительно переспали с Ириной? Ну-ка, давай сюда телефон. Яна, здесь такого вопроса нет. Здесь спрашивается, был ли я в Крыму. Так вот, нет. Нет, не был или нет, не спал? Нет, не был. Значит, спал. Нет, не был. Вам предлагали секс за деньги? Что? Что опять за звук? Что с этим аппаратом? Я не понимаю. Черт, что это за вопрос? Я опять что-то придумала. Действительно вопрос. Это кто пристал? Черт. Это Джокер. Блин. Какой Джокер из фильма? Из оппозиции. Черт. Нет, это все не работает. Это... Ты ко мне слишком хорошо относишься. А там будут люди, которые мне будут задавать вопросы. Так вот, они меня ненавидят. И я их тоже ненавижу. Вот такой мне человек нужен. Не человек, а мразь. Мама! Что, пузатый? Взяли тебя за твою толстую задницу, а? Мама. Что, мама? О! Судя по проводам, готовимся к казни на электрическом стуле. Мама. Мам, послушай, у Егора завтра тест. На беременность. Да тут все видно, двадцатая неделя. Мама, ну, теста честность. Какой нахрен тест? Вы там у себя работаете? Или продолжаете фигней заниматься? Мама. Мам, завтра у Егора допросы, нужно его как-то к этому подготовить. Допрос? Да. Да не вопрос. Сейчас подготовим. Хороший мой. Говори, брал взятки, а? О! Можешь не отвечать по твоей наглой морде, вижу, что брал. Евгения Валерьевна, а вы уверены, что вы поняли задание? Здесь вопросы задаю я. Мамочка, а ты просто не с того вопроса начала. Яна, я всегда начинаю с главного. Говори, где бабки хранить, а? Пароли явки именно подельников, говори, кобель. Я не знаю. О, врешь, скотина. Мама, мама, спроси, кто такая Ирина. Кто такая Ирина? Я не знаю. Врешь, скотина. Яночка, неси утюг. Я-то зачем утюг? Не надо. Сейчас эта скотина все скажет. Нет, нет, нет. Тяжело в учении, легко на нарах. Говори, скотина, брал взятки. Ай, больно. Он даже не подключен. Ай, дядя. Он у тебя не только брехло, но еще и ссыкло. Говори, брал! Я брал! Спал! Спал! Пин-код! Один, два, три, четыре! Я встала! Мамина школа. Быстро ж ты раскололся. Тут я на корыто стирки. Тебе, Егорка, еще тренироваться и тренироваться. Да почти вы обе. И полиграф этот тоже пошел. И политика эта пошла в зобу. Я у себя в комнате. Не входите. Я плачу. Мам, откуда у тебя такие навыки? Дочь, ну, помнишь, когда наш папа нас бросал, не хотел говорить, где документы на квартиру? Ну, помню. А потом сказал. Ну? А ведь он у нас глухонемой был. Ну? Дизель-шоу!